МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я еще, будучи срочником в армии, хотел заниматься общественной деятельностью. Будучи студентом, я занимался очень много различными социальными проектами. И было у меня такое желание. В 2015 году я баллотировался по пригородному в Простоквашино. Проиграл я всего лишь в 38 голосов кандидата от партии власти. И тем не менее не остановился на этой точке, не разочаровался, пошел дальше. И в этом году участвовал в выборах на Соколе, Уптаре и Снежной долине. И была достаточно такая сложная работа, потому что я сторонник прямого общения с избирателями. Это по квартирный обход, это позвонить, постучать в каждую дверь и не один раз. Поздороваться, познакомиться, узнать проблемы, обменяться контактами. И, по крайней мере, в средствах массовой информации представить и обозначить те проблемы, которые озвучивали жители этих поселков. И результат этой деятельности показал на выборах. 697 избирателей проголосовали за меня. И тем самым, то есть, сделав меня депутатом по этому округу. Но очень часто, когда я знакомился с избирателями, первое, что они спрашивали, это проблемы ЖКХ. И говорили о том, что у нас проблемы с подъездом, с домом, с крышами и так далее. И я четко дал им понять проблему, которую мы пытаемся решить. Мы выбираем, на выборах депутатов, мы выбираем не управляющего дома, конкретного дома, а мы выбираем депутата, который в том числе курирует сферы ЖКХ. И моя задача как депутата на данном этапе, помочь жителям домов выбрать форму управления собственным домом. Если их не устраивает управляющая компания, они могут создать собственные формы управления. Начиная от совета дома, заканчивая товариществом собственников жилья, ЖСК, ТСЖ и так далее. У рядовых жителей очень часто есть желание изменить окружающее пространство, но нет регламента, который мог бы позволить им облегчить эту историю. И я как депутат, моя задача входит как раз помочь жителям улучшить свою среду и повлиять на текущую ситуацию. Самое простое, что необходимо сделать, сейчас в рамках эксперимента я хотел бы повторить этот поквартирный обход, но уже более емко и тщательно. Потому что из всех домов, которые я проходил по своему избирательному участку, были единицы, которые имели советы домов. Совет дома – это первичная ячейка, которая позволяет курировать работу своего дома и вводить это в рамках какого-то регламента. Не каждый житель домов может организовать эту форму управления. Она имеет с собой ряд бюрократических процедур, но тем не менее для меня это не составляет такой большой сложности. И если уделять один-два дома в месяц по созданию совета дома, это, во-первых, не отнимет большого количества времени. У меня это несложная работа. Во-вторых, это возможность делегировать часть проблем непосредственно на председателя Совета дома. Потому что я как депутат, конечно, могу решить вопросы с кровлей, вопросы с уборкой подъездов, лампочек. Причем, да, очень часто жители говорят на то, что вот у нас постоянно нет света, лампочки отсутствуют. Я сделал запрос, управляющая компания говорит, мы закупаем по 200 лампочек в месяц. Просто мы их вкручиваем, их снимают сразу же. То есть очень часто проблема заключается в том, что сами жители не могут регулировать, да, то есть работа в собственном доме. И одна из форм, это Совет дома, по крайней мере, может упорядочить работу по ЖКХ. По крайней мере, в собственном доме, в собственном подъезде. Да, и вопрос то, что вот почему мы не видим лампочек, и оказывается их там вкручивает и сразу снимает. То есть она может отпасть, да. Второй этап. Очень часто жители обращаются за проблемами, которые, на первый взгляд, скажут сложными, но если они скоперируются со своими хотя бы соседями, то они очень-очень простые. Ну, допустим, у тебя бабушка говорит, вот мне некому даже лампочку вкрутить, причем после выборов мне звонили, Николай, у меня проблема, мне некому вкрутить лампочку. Я звоню тут же, поскольку есть база данных, моих сторонников, я звоню там соседу на два этажа выше и говорю, слушай, у тебя у соседки лампочку некому вкрутить, вкрути ее, пожалуйста, и он ее вкручивает спокойно. То есть это формат такой добрососедства, когда на данном этапе можно после такого еще одного поквартирного обхода по итогу создать группу в WhatsApp, совет дома, и жители сами могут решать свои проблемы, связанные там, ну, в рамках добрососедства, да, и это тоже решаемо, и депутат тоже должен делать, по крайней мере, кооперировать работу жителей в своих домах и своих микрорайонах. Причем вот после выборов, большое спасибо, что очень большое количество звонков поступило мне на телефон, поблагодарили, то есть были удивлены, то есть после выборов со мной можно связаться, и это очень хорошо, когда ты в период предвыборной кампании, то есть отдаешься на 140%, и как раз всем предоставляешь свои контакты, и после выборов просто огромное количество звонков, поздравлений и, естественно, наказов. Буквально недели две назад мне позвонили со Снежной долины, сказали о том, что у нас коллапс с почтой, нету сотрудников, мы не можем получить, отправить почту и так далее. Разбить, почему нашего сотрудника перекидывают с одного участка на другой. Ну и я пошел в главпочтам, поинтересовался, почему такая ситуация. Они говорят, да, проблема-то простая, мы не можем просто найти работника. Ну и, конечно, зарплата не самая большая, но они готовы. Мы готовы дать там 28 тысяч, там сейчас минимальный размер оплаты труда, с нового года будет 30 тысяч, но они говорят, мы готовы дать еще жилье, мы просто не можем найти сотрудника. И, ну, то есть моя задача, опять же, при поквартирном обходе эту проблему обозначить и, по крайней мере, информировать граждан о том, что мы ищем почтальона на Снежной долине, его не хватает. Вот как раз у ваших коллег это обозначило проблему, у вас обозначил, мы ищем почтальона на Снежную долину. Прошел день микрорайона, и вот мы были, кстати, свидетелями того, как жители буквально накинулись на вас, особенно в Уптаре. Вот расскажите, о чем говорили. Уптар, ну, там большая проблема, это ветхое жилье, которое требуется расформировать, и помещение, ну, то есть нового жилья, к сожалению, то есть такого жилфонда муниципалитета, к сожалению, нет. И несмотря на то, что мы можем признать все жилье ветхим сразу в этом же году, то есть у нас просто физически не хватит инфраструктуры, чтобы переселить граждан. Но, тем не менее, работать над этим надо, и планово выстраивать работу в данной кризисной ситуации. Но это не только у Уптара, это и на Соколе, и на Снежной долине, практически все квартиры, которые я проходил на последних этажах, жаловались на кровлю. Течет все и везде. Тут нужно плотно сотрудничать с фондом капитального ремонта. Конечно, это классно, когда мы все свободные средства, которые там поступают в фонд капитального ремонта, распределяем между центром, чтобы в первую очередь на центральных улицах навести порядок кровли, чтобы перейти к фасадам. Но, тем не менее, нельзя забывать об отдаленных поселках, Уптар, Сокол и Снежная долина. Все-таки Сокол, в том числе Сокол, это витрина Магаданской области. И очень часто говорят, вот у нас проблема с фасадами, и мы, к сожалению, не можем приступить к ремонту фасадов, когда кровля не отремонтирована. Потому что иначе, то есть начнешь ремонтировать фасад, то он придет в негодность уже на следующий год. Но из кровли есть своя проблема. Очень часто я слышу от жителей, даже у кого проводился капитальный ремонт, что несмотря на то, что застраховано от несчастных случаев данный вид услуг, жителям приходится по суду отвоевывать свой, ну, еще нанесенный ущерб. И вот очень разный, с разных источников я слышу разную информацию. Вроде администрация Сокола говорит о том, что по Гагарина 13 там как раз произошел подобный случай, что жителям все выплатилось за счет страховки и так далее. Я иду к жителям, жители говорят, да, фонд капитального ремонта пообещал то, что все возместит, довел до определенного момента и потом сказал, нет, все, сейчас вы согласно суду только должны компенсировать свой ущерб. То есть он какой-то момент останавливается и жителям приходится самим разбираться во всех этих бюрократических операциях. В этих случаях я как депутат должен буду тоже курировать и довести все до логического конца, чтобы жители, которые понесли ущерб за счет недобросовестной работы подрядчиков, чтобы они могли компенсировать. То есть это такая системная работа. По Соколу также мы уже сейчас знаем, что на следующий год запланировано запланирована детская площадка на Королево 4. Как раз тоже жители мне звонили. Я сделал запрос в САТЭК о том, чтобы встроить в план благоустройства на 2019 год детскую площадку. Ну и как раз история с микрорайонами. На встрече с мэром на Уптарию он тоже поднял вопрос о том, чтобы в следующем году установить детскую площадку. Документально пока не подтвердилось, но по крайней мере устно мы этот вопрос обговорили и я его буду курировать. Еще повторюсь, например, столичный опыт муниципальных депутатов гласит следующее. То есть там в Москве муниципальный депутат отвечает за капитальный ремонт и лично подписывает акты выполненных работ. Как мне кажется, эту обязанность нужно перевести на Магаданскую городскую думу, чтобы депутаты курировали фонд капитального ремонта и подписывали акты выполненных работ. Поскольку это такая российская практика, которая входит ну все массово и массово в работу представительных органов власти. Что касается столичного опыта, это не просто слова. Я знаю, что вы какое-то время жили и учились в Москве. Ну вот расскажите о себе. Да, я учился в Российском университете дружбы народов по специальности реклама и пиар. После университета я пошел служить в армию и думал на то, чтобы еще баллотироваться муниципальные депутаты по тому району, где я жил во время учебы. Ну, я не думал, что во время даже срочной службы в армии такая возможность сесть по закону. И я ее использовал. Это мой был первый опыт сбора подписей. К сожалению, меня не зарегистрировали по ряду причин. Но не зарегистрировали в 2012 году очень многих независимых кандидатов. Это была такая массовая история. После проигрыша в 2015 году в Магадане я немножко разочаровался в избирательной системе. Но, тем не менее, когда мои коллеги, друзья позвонили, мне сказали, Николай, давай поучаствуем в команде уже в 2017 году по Ломоносовскому району построим свою независимую команду кандидатов. И я согласился. И у нас было 10 человек по Ломоносовскому району. И у меня скорее была задача вдохновиться и понять, что у нас есть возможность победить. Драйвовая была история и 8 из 10 кандидатов тем не менее стали муниципальными депутатами и собрали независимую коалицию депутатов в этом районе. Я получил хороших друзей и прекрасных специалистов в своей сфере. Я очень часто консультируюсь в том числе и у главы муниципального образования Ломоносовского района и у ряда депутатов по регламенту действий в качестве представительного органа и тех полномочий, которые можно реализовывать на территории Магаданской области, используя опыт Москвы. Чуть меньше двух лет осталось до выбора нового состава Магаданской городской думы. Вы планируете продолжить карьеру депутата? Да, такое желание есть, но два года небольшой срок, но мне хотелось бы, я уверен, что мне это получится, сбить этот стереотип, когда после выборов кандидат исчезает и появляется за три месяца до следующих выборов. Для себя регламент работы определил, и я надеюсь, я уверен, что к 20-му году у нас будет не один дом с советом дома, с организационной формой, а по крайней мере процентов 10-15 процентов домов будет иметь такую форму управления собственным домом, и это будет результат. И чтобы довести этот показатель до такого уровня, то есть нужно поработать с каждым домом, пообщаться вновь с каждым жителем, тем самым определив новый регламент работы депутатского состава. Депутату необходимо быть на контакте с избирателем, и очень страшно разочаровать избирателей тех, кто поверил, потому что даже и в Москве, и в столице очень много людей, которые не верят в избирательный процесс, но хотят что-то изменить в жизни. И я очень часто приводил пример со сборной России, когда человек не верит в победу сборной, но продолжает почему-то смотреть чемпионат мира по футболу и «Вы же зачем-то смотрите его?» И он тогда понимает, что да, он может не верить в выборы, но на избирательный участок он должен прийти, поставить галочку, потому что он тоже хочет изменить ситуацию вокруг себя и поменять то окружающее пространство, которое ему не нравится на данном этапе жизни. Желаем вам удачи. А я напоминаю зрителям, что мы беседовали с депутатом Магаданской городской думы по 14-му избирательному округу Николаем Истинным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин